Здравствуйте, уважаемые телезрители! Доброе осеннее утро! И сегодня у нас ответы на ваши вопросы. Вопросов очень много, поэтому начнем. Первое, это когда доставать лук-порей. Я всегда говорила, что лук-порей очень хорошо себя чувствует на наших грядках, поэтому выращивать его рекомендую всем. Когда же нам его доставать? Именно эта погода способствует увеличению урожая лука-порея. Почему? Потому что если его еще подокучить, он будет у нас до первых заморозков, и ножка отбеливается еще выше. Поэтому можно воспользоваться этим временем, пока у нас нет заморозков, и пускай лук-порей еще может постоять. То есть, если даже поверхностный мороз будет, ну, скажем так, минус 2, минус 4, это не беда. Лук-порей очень хорошо сохраняется в земле, в почве, и поэтому его чем дольше держишь, тем, скажем так, лучше для лука. Во-первых, как его сохранять, как его приготовить. Я тоже об этом много говорила, но сегодня вспомним. Значит, выкапывая лук-порей всегда и приобретая даже в магазинах, все смотрят, конечно, чтобы он был большой, чтобы он был, скажем так, самый длинный, значит, самый вкусный. Я хочу сказать, что лук-порей, он в основном ценится из-за белой ножки, которая вот имеется, которая отбеливается при помощи окучивания. Мы его глубоко в траншею сажали, мы его, скажем так, глубоко окучивали, поэтому лук-порей, получается, естественно, у нас отбеленные ножки. Эти ножки, конечно, это лакомство для тех, кто любит жареный лук, кто любит лук-порей. Он идет для салатов, он здесь получается нежный, мягкий, поэтому его можно использовать в сыром виде и, скажем так, приготовить и какие-то блюда со свежими овощами. То есть при добавлении лука-порея вкус только усиливается с этого салата и становится более вкусным. Но как же заготовить вот эту красавицу, чтобы она у нас осталась? Значит, эту ножку я обязательно обрезаю. То есть чищу листочки и многие, конечно, вот эту зеленую массу выбрасывают. Если посмотреть на листья, которые создаются, то нижний лист у нас будет грубый, а верхний будет более мягкий. И вот здесь делают ошибку. Здесь вот эту мягкую часть всегда отрезают и выбрасывают. А я бы посоветовала эту мягкую часть взять вот так, хотя бы сантиметров 5 в верхушке и просто порезать, посушить. Он сохраняет те же самые вкусовые качества, как и отбеленная эта ножка. И поверьте мне, если вы приготовляете супчики в заморозке, если вы приготовляете супчики сухие, если вы приготовляете специи при высушивании этих листьев, при перемалывании и с добавлением других специй, получаются очень вкусные ароматные специи. То есть он дает шикарный аромат. При сушке лука-порея его не перепутаешь ни с чем. Он получается вкус и запах жареного лука, причем очень такой эффектный, очень ароматный и очень вкусный. Супы с ним получаются очень вкусные. Поэтому вы можете сушить и белую ножку, хотя белая ножка, она тоже может мариноваться. С добавлением столовой ложки на литр воды, просто закипятить это все, залить. И вот с этим рассолом пускай постоит, и потом просто закутывается в пакетик и в заморозку. Они получаются очень вкусные, хрустящие. И именно когда при ломке этого лука получается, скажем так, салат очень красивый. Вот. Что еще хочу посоветовать? При сушке старайтесь его, конечно, просушить до конца, чтобы он был хрустящий. Потому что при недосушивании лука он, конечно, быстро портится. Поэтому хранят, конечно, в банках. Можно и в стеклянной банке, можно и в обычной баночке, скажем так, какой-то специальный контейнер у вас. Вот. Он хранится очень хорошо. До двух лет его можно использовать в сухом виде. А в свежем виде можете использовать как хотите. Я, допустим, делаю пис с этим, можно даже нафаршировать. Режете кольцами этот лук-порей, сверху можете нафаршировать его чем-то. И также помидоры, и сырная масса с чесноком. Просто шикарные получаются такие медальончики. Вот. Как же его, скажем так, если нет возможности сохранить в сыром виде? Вы знаете, если нет подвалов и ничего, вы можете просто, обрезав корневище, почистив эту ножку, вы можете упаковать просто в полиэтиленовую пленку пищевую специальную, наглухо его закрутить хорошенько, чтобы воздух не проходил, и положить в нижний ящик холодильника. То есть, два месяца для вас будет сохранен вот именно в свежем виде. Поэтому пользуйтесь этими рекомендациями, выполняйте. Ну, а выкапывать не торопитесь, потому что зеленая масса растет хорошо, он любит эту погоду. И можете даже еще выше подрыхлить, ножка тогда обесцветится за месяц еще выше на сантиметров 5. Поэтому, кто любит вот именно только белые ножки, но кто любит просто зелень, добавляйте верхушечки, они мягкие, вкусные и хорошие. Пошли дальше. Ну что, начинается сезон квашения капусты. Вопросов много, звонков много. Какую лучше культуру посадить, какой для этого иметь сорт, и когда, и как правильно это делать. Ну, давайте по порядку. Во-первых, мы знаем, что капусту квасят не из мягких сортов капусты, а именно из поздних и среднепоздних сортов, плотных, хрустящих. Тогда капуста получается очень вкусная. Сегодня я вам расскажу некоторые нюансы для квашения капусты, может для хозяек кому-то и пригодится. Значит, в первую очередь мы выбираем сорт, скажем так, лучше подходит белокочанной капусты. Сейчас объясню почему. Потому что белокочанная капуста, во-первых, она красива. Если ее разрежешь, она вся беленькая и получается и хрустящая, и вкусная, и красивая. Но такие сорта, допустим, как каменная голова, вот это подходит очень, она белая, но она растет такая огромная, что женщине иной раз справиться разрезать эти большие кочаны, которые практически до 6-8 килограмм, очень сложно. Поэтому я всегда использую среднепоздние кочанчики. Для меня достаточно 10 кочанов, чтобы наквасить, и этой капусты, скажем так, мне хватит практически на целую зиму. Почему? Потому что, ну, все в зависимости от того, какая у вас семья. Я считаю, что 4 кочана по 3 килограмма достаточно на семью из 4-х человек. Вы все равно на всю жизнь не наготовитесь. А чем дольше будет стоять ваша капуста, и будут созданы для хранения теплые условия, она долго у вас храниться не будет. Для квашения капусты надо обязательно подвал, чтобы был или какое-то холодное, допустим, пускай она хранится в холодильнике, или в холодное лоджие. Вот, но температура должна быть холодная. Поэтому лучше делать ее, скажем так, сохранить вилки вот эти, и потом еще подквасить себе капусты, чем ее готовить в большой казан, и потом просто выкинуть. Значит, первое что, выбирайте, какая нравится. Только чтобы она была средне-поздняя или поздняя. Значит, я выбираю все время агрессор, она растет у меня до 2 килограмм, она небольшая. И получаются тоже, видите, отбеленные качанчики, очень хорошие, очень плотные, сохраняются долго даже при морозах. При заморозках в прошлом году они стояли прекрасно еще в почвогрунте. Чем дальше, чем дольше мы их сохраняем на корню, тем капуста будет более сочная, более хрустящая. Это тоже мной замечено. Значит, подобрали себе капусту, подобрали количество, которое вам надо, сделали правильные пропорции. Для капусты главное в квашене, чтобы она была хрустящая и вкусная, это добавлять правильно морковь. Потому что многие, имея морковь, они, кто и любит, конечно, естественно, добавляют больше моркови. При добавлении больше моркови капуста становится более мягкая, она у вас не будет хрустящая. Во-вторых, мало кто из хозяев знает, что при квашене капусты, мы знаем, что мы ее поставили в теплое место, и на 3-4 дня забываем про нее, чтобы она квасилась. Но здесь есть главное правило. Это прокалывание, надо выпустить обязательно из капусты все эти газы, которые там собираются, поэтому ее прокалывают. И вот именно прокалывание является тоже основой при квашении капусты. Если капусту прокалывать часто, она будет кваситься долго. Если ее прокалывать мало, она может у вас забродить. Поэтому первый прокол обычно надо делать на второй день. И делается это один раз в сутки. Прокалываясь обычно деревянной лопаточкой или деревянной палочкой. Нельзя пользоваться металлическими какими-то вилками и какими-то, скажем так, металлическими предметами. Почему? Потому что происходит окисление, и брожение будет тоже неправильное, закисление капусты. Вот. Поэтому вплоть до четвертого дня надо сделать только три прокола капусты. И этого достаточно. Вот. Дальше вы берете эту капусту, перекладываете просто в прохладное место. Закупориваете в банки. Надо обязательно менять температуру практически сразу же на 10-12 градусов. То есть, если она у вас стояла 26-27 градусов, вы должны на 10-15 градусов снизить и поставить ее в прохладное место. Тогда она у вас сохранится хрустящей. Ну и, конечно, любители подкрашивать капусту чем-то, допустим, свеклой или еще чем-то, знайте, что здесь уже у вас тоже не получится хрустящая капуста. Почему? Потому что капуста не любит соседства при квашении других овощей. Вот если будет морковка преобладать, а обычно это делается на тазик, вот у меня тазик 10-литровый, на ведро воды 200 грамм морковочки. То есть, этого достаточно. Не добавляйте много. Здесь же добавляются ягоды, клюквы добавляются. Это все очень хорошо. Тмин добавляется у кого кто что любит. Квашеная капуста, конечно, полезна всем людям. Но со здоровьностью надо есть, когда она еще свежая. То есть, она еще не проквашенная. Потому что это чревато какими-то желудочными, скажем так, воспалениями, тем же вздутием живота. Поэтому все делайте вовремя. Капуста у нас выросла хорошая в этом году. Поэтому, слава богу, спрашивали тоже, какие сорта высевать. Сорт должен соответствовать, скажем так, сроку созревания. Потому что есть 102 дня, есть 120 дней, есть 134 дня. Они все разные. Поэтому смотрите, высаживайте в сроки. Желательно записать, когда высадили. И смотрите на свои сроки. Но чем позже вы ее достаете, тем капусточка будет сочнее и вкуснее. На хранение капуста складывается очень просто. Многие спрашивали, вот допустим, да, мы любим капусту. Но вот квашеная капуста, она вбирает в себя соль, получается соленая. И, конечно, это для многих вредно. Но мы знаем, что капусту можно заквасить просто без соли. Вы можете вот эти вилки освободить от листьев, заложить в полиэтиленовый пакет обычный, плотный. Вот как для березового сока мешки покупаете. Заложили эти вилочки, переложили какими-то яблоками, желательно кислыми, которые есть зимние яблоки. Это подойдет и Антоновка, это подойдет зеленые вот яблочки, которые семиренковские, тоже очень хороши. Они сочные, тоже дают много сока. Просто переложить яблоками, завязать этот пакет, укутать и поставить в холодное место. И ваша капуста будет, поверьте мне, тоже такая же заквасится в этом соке яблочном. И точно такая же будет вкусная и хрустящая капуста, только без соли. Добавление соли тоже должно быть, скажем так, в ограниченном количестве. Если вы дадите много соли, капуста будет невкусная. И старайтесь, я тоже беру на тазик, вот этот 10, скажем так, килограммовый. Я беру 2 столовые ложки соли, пересыпаю хорошенько. Не трите сильно капусту, вы должны просто ее перемешать. Если перетирать капусту, она быстро дает сок и она тоже будет мягкая. Вот это основные правила при квашении капусты. Для хранения в подвалах старайтесь укутать в какие-то газетные, бумажные, скажем так, полотнища, чтобы туда не попала влага. При попадании влаги капуста начинает, конечно, загнивать. Хотя бы раз в месяц в подвале проверяйте ее. Раскрыли газетку, если увидели, что листья где-то мокнут или видно такие гниющие пятна, почистили опять, обсушили, опять газеткой обернули и положили. То, что меняются листья сверху, они становятся некрасивые, сухие, это ничего страшного. Они сохраняются так, эти вилки. Они очень хорошо также и на балконе сохраняются. Вы можете тоже в ящик складировать и газетками перестилать. Можно подвесить вилками, просто вырываете с корнем и с корнем подвешиваете. Капуста очень хорошо сохраняется. Капусту можно даже заквасить на зиму просто в таком положении, как она есть. Вы ее хорошенько оборвали, засыпали, одели полиэтиленовый пакетик, засыпали солью. Можно сюда добавить какие-то зеленушки, специюшки. Все это закрутили, завязали, сделали холмик такой. Можно обвязать даже, не обвязать, а такой плотной полиэтиленовой пленкой еще заложить. И просто вкопать, чтобы сюда не попадала влага. И до весны этот вилок будет стоять. И весной откроете и посмотрите, какая будет вкусная капуста. То есть капуста у нас, она как солдатик, она выдержана. Если сделать все правильно, капуста будет у вас сохраняться весь сезон до весны. Поэтому сохраняйте, кушайте и пойдем дальше. Сейчас хочу рассказать еще посадку чеснока. Потому что именно задают вопрос, как правильно посадить двухрядку и как правильно посадить головками. Да, существуют такие способы посадки. Эта посадка двухрядка называется двухэтажная. То есть именно у тех людей, те люди сажают, у которых очень мало площади. И чтобы сэкономить, скажем так, пространство своих грядок, вот и садят двухрядки. Как это делается, я покажу. Даже кто этим занимается и кто каждый год это садит, они делают специальное приспособление. То есть могут сделать какой-то колышек, на 15 сантиметров делают, скажем так, заглушку, чтобы делать правильные лунки. И тогда вот этим занимаются. Но я вам покажу просто обычным способом. Значит, делается расстояние, ну, как обычный рядок. Главное, первый прокол идет у вас для посадки нижнего ряда, это примерно где-то на 15 сантиметров. То есть, вот, заглубляйте на 15 сантиметров. Отступая, здесь надо уже делать побольше отступления друг от друга, примерно 10-15 сантиметров. Делайте второй протык. Вот. И уже укладывая зубки в эти луночки. То есть вот так. Вот так должен проходить ваш рядок. Между рядками делается такое же расстояние, они не помешают друг другу. То есть можно сохранять расстояние 20 сантиметров. Примерно 20 сантиметров идет второй ряд. Значит, первый чесночок вы закладываете на глубину 15 сантиметров. Вот. 15 сантиметров. Он падает туда. Потом присыпаете эту лунку наполовину, чтобы она была присыпана. Ну, если кто это делает, они уже у них, скажем так, глаз наметан, и поэтому получается. И второй уже зубок садится на 5 сантиметров выше. Вот. Они два сидят в одной. Вот это называется двухрядка. Она присыпается точно так же. Обрабатываются рядки точно так же. Золой и все. Конечно, при перекопке здесь должна более глубокая перекопка быть. То есть уже не поверхностная, а на штык лопаты уже вы хорошо должны свою грядочку перекопать. И вот эта посадка, она получается, очень экономит место. Если двухрядка у нас дает две полноценные луковицы, именно, скажем так, с одного места, поверьте мне, они не мешают друг другу и растут полноценными головками. Большими, красивыми. Я вам покажу при выкопке чеснока вот этот метод, и будет видно. И оголовками получается, сколько вы имеете зубков. Вот, допустим, головочки выбираю всегда три или четырех зубки, чтобы было три или четыре зубочка. Вот. И они получаются с тремя головками чеснока. Они получаются, естественно, не такими большими, но если посмотреть тоже с одного места, близко приспособленные к себе три головки, они в объеме получаются тоже массированы. Поэтому это тоже выгодный способ посадки чеснока. Садится он обычно, ну как мы садим луковицы, на три величины. То есть, вот сколько есть луковичка, настолько вы заделываете. Делаете обычную лунку. Вот. Тоже удобряете. Конечно, хорошо удобрение добавить именно под корень, потому что все-таки здесь питательных веществ должно быть больше, на три луковицы. И высаживаете вот так, на высоту трех луковичек, вот так вот головку. В последующем они, когда растут, они растут метельчато. То есть, у вас, естественно, когда растет три головки, растет три стволика. Обычно они не мешают друг другу, но расстояние здесь уже надо делать больше, примерно 20 сантиметров друг от друга, чтобы они не мешали и чтобы они хорошо развивались. Вот это эти методы, про которые спрашивали. Поэтому высаживайте. Особенно вот этот метод, посадка вот этими трех зубками и четырех зубками, маленькими головками, очень хорош для обновленного чеснока, который получается у нас третьей репродукцией, то есть третий год. Вы с маленькой... Первый год высаживаете до маленькой головочки, потом второй год у вас получается 2-3 зубочка, она уже третья репродукция. Вот идет хороша на посадку вот этими, скажем так, целыми головками чеснока. Их можно высаживать не обязательно в грядку. Их можете садить между ряди. Вы посадите среди клубники, хорошо садить. То есть, чеснок себя хорошо чувствует. Можете садить между свеклой там, допустим, где-то. Если вы посадите, этот чеснок, во-первых, между ряди будет сохранять расстояние друг с другом. И будет развивать... Когда чеснок находится не в ограничении, он растет гораздо больше. Поэтому люди, которые, скажем так, думают, если натыкали много зубков друг при друге, и что вы вырастет хороший урожай, что будет его много, это ошибочное мнение. Чеснок любит простор, любит, чтобы его не ограничивали в росте. Поэтому ширина это имеет значение. Чем шире посадите зубок от зубка, тем головки будут крупнее. И так существовал вопрос о вновь посаженных деревьях. Как мы их сажаем, уже рассказывалось. Корни, какие должны быть у саженцев, которые вы приобретаете. Я тоже много говорила. Но теперь обрезка. Вот делают ошибочно. Покупают деревце, в котором, допустим, есть веточки. И эти веточки, они сохраняют. И получается, когда посадил дерево, у тебя здесь растет елка. Вот мы, когда видим взрослое дерево, естественно, вы знаете, что на дереве есть штамп. То есть обязательно 70-60 сантиметров есть штамп. После которого уже дерево начинает ветвиться, делает первый ярус ветвей, которые удобны при сборе урожая. И, конечно же, при правильной формировании дерева. Поэтому не жалейте эти веточки. Эти веточки у вас должны быть купированными. Вы их должны обрезать. Они не должны быть внизу. Ведь каждый год эта ветка растет толще. Потом все равно будете обрезать. Будете пилить. Все равно будет уничтожаться эта ветвь. И рана уже на стволике будет большая. Поэтому обязательно 60-70 сантиметров делаем себе штампик. Чтобы он у вас был чистый. Потом при посадке дерева, если это одна или двухлетка, естественно, надо обязательно ослеплять верхушку роста. Для чего это делают? Опять же, вот смотрите, если мы, как говорится, купили дерево, вот посадили и не купировали верхушку, оно, естественно, в следующем году будет расти выше и выше. А вы должны формировать. Именно первые три года саженец формируется. У нас формируется нижний ярус. Поэтому вы должны обязательно верхушку отрезать. И как это делать правильно? Обычно, вот смотрите, делается подпочка, которая против солнца. Чтобы она, скажем так, вот эта верхняя верхушка. Если мы купировали вот здесь подпочечку, у нас здесь обязательно будет ветка. У нас первые верхние три почки будут веточки. Это у нас и будет формироваться ярус. Поэтому обязательно дерево должны прищепнуть, как это называется, именно обрезать верхушку. Это обязательно для всех деревьев. И персик, и абрикос, и груша, и яблоня, и слива. То есть все должны знать, что при покупке саженцев, обычно это делают сами садоводы, которые продают с питомников, но если это не сделано, обязательно верхушечку должны обрезать. Она сохнет очень хорошо, она не вредит дереву, она подсохнет, и деревцу будет хорошо. В следующей передаче я буду, мы вернемся в сад, и будет обработка сада. Мы посвятим следующую передачу обработке сада. Там я буду много рассказывать именно про правильность формировки и правильность обработки деревьев. Ну, а при посадке саженца учитывайте то, что, во-первых, почва грунта оседается, он немножко утягивает ствол вниз, поэтому вы его должны немножко приподнять, потому что он все равно уйдет на свое место. Обязательно место, где у нас прививка, должно быть выше почва грунта. Это обязательное правило. И третье условие, конечно, поливы. Поэтому эту лунку я не заделываю, стараюсь каждый день поливать по ведру воды. То есть саженец должен хорошо прижиться, поэтому это время надо поливать. При дальнейшем, допустим, вот идут морозы, мы узнаем, что погода меняется, идут морозы уже стабильные, земля у нас обморожена. Здесь вот этот кружок мне надо будет замульчировать обязательно. Не оставляйте его вот так, вот эту лунку открытую. Здесь накладывается солома. С соломой будьте аккуратны. Если у вас много мышей, то солому желательно не использовать. Здесь уже можно использовать другой какой-то материал. Вы можете насыпать какой-то торф, вы можете даже подстелить под это еловые ветки, тогда мыши не лезут, потому что они тоже любят корни молодых саженцев, и солома или какое-то укрытие их привлекает. Поэтому саженец может пострадать от грызунов. И в дальнейшем, когда вы его замульчируете, уже оно закрывается. Конечно, деревце надо фиксировать, и фиксировать правильно. Никогда не фиксируйте за ствол. Ствол должен быть у вас вот гуляющий, понимаете? То здесь узлов и пережимов никаких не может быть. А делается это просто восьмеркой. Вот здесь берете ленточкой, оборачиваете одну в эту сторону, вторую в эту сторону, и оно хорошо держится. То есть колья обязательно в первый год должны существовать. Это вот вопросы, которые я, скажем так, озвучила вот в этой передаче. Но те вопросы, которые касаются сада, мы вернемся еще в следующей передаче. Поэтому будьте с нами, смотрите, будет интересно. Ну а на сегодня все. До свидания. Берегите себя.